Так, я подведусь к нашей традиции. Мы пристраиваем приютских прекрасных кошечек нашим зрителям. Это у нас кошечка, так её зовут. Айсель. Айсель её зовут. Если придёт в голову какой-то другой, вы можете её... У вас вообще как к кошкам отношения, потому что некоторые не очень любят... У меня к любой живности отношение к 44-м годам поменялось кардинально. Потому что у меня были истории, связанные с животными. Расскажите. Которые просто... Я люблю кошек, да, но была история... Я был на концерте группы «Несчастный случай» у Лёши Коротнева. Это ваши партнёры постоянные, насколько это бывает. Мы познакомились, когда они ещё работали в студенческом театре МГУ. Вот. И мы работали в сборных концертах «Кабара Синья Ночь», «Валдес Пельш», «Перёж Коротнева». Вот. И потом, значит, всё переросло в какую-то такую дружбу. И вот спектакль «День радио». И я боготворил Коротнева, я все свои песни, естественно, показывал. Он так скептически к этому относился, говорил, ну, опять ты принёс какую-то фигню, давай послушаю. И, короче говоря, на одном из концертов он разыгрывал котят. Как это? Ну, то есть у его жены была кошка, которая приносила котят. Это у которой? Юлия Рудберг. Ага. Вот. Значит, и периодически он на концертах, чтобы не топить этих животных, и, так сказать, не отдавать в приют. Да. И потом не представить на канале «Москва-24». Он, значит, их раздавал на концерт. Совершенно бесплатно. Ага. За какую-то там просто вот пятую руку. И вот трёх он раздал. Четвёртую взял Камиль. И ваш коллега, да? Да, да, да. Но он потом отдал этого котёнка в добрые руки в какую-то там, в какую-то школу. А я взял пятую. Пятого. Пятого котёнка. Который оказался девочкой трёхшёрстной. Я назвал её почему-то Лёся. Лёся. Лёся, да. В честь кого это? Не в честь кого, просто Лёся. Я до сих пор не знаю, откуда это, из какого сознания это вылезло. И буквально вот перед тем, как я этого котёнка получил, мы поругались с моей первой женой. То есть у неё было плохое самочувствие. И она сказала, ты что, променяешь меня на концерт Кортнева, а не пойдёшь со мной домой? Я сказал, конечно, Кортнева для меня важнее. Она ушла, и значит, пять дней её нет, я с этим котёнком, который назвал Лёсей, трёхшёрстный котёнок. Потом я уже знал, что трёхшёрстные кошки приносят удачу, счастье и так далее. Тут я просто вот шёл по наитию, и она пришла забирать вещи, моя первая жена. Значит, она забирает вещи, и тут выбегает Лёся. Лёся. Да, она начинает плакать. Лёся или жена? Лёся. Сначала, потом жена. Они оба плачут, я присоединяюсь, вот мы обнимаемся, всё, и у нас продолжаются отношения. И когда у нас должен был родиться ребёнок, моя первая дочь, то жена моя сказала, надо избавляться от кошки. Я говорю, а почему? Собственно, много есть примеров, где живут животные и так далее. Нет, мне кажется, что там будет аллергия. Вот я прочитал статью, где там волосок попал в нос или в глаз, в общем, надо избавляться. Я её отвёз в притон. Две недели она там побыла. Бедная. Бедная. Мне позвонили, сказали, умирает человек, а я к ней относился как к человеку. Ну да. Забрал её оттуда, потом привёз в Востис, там она тоже побыла два дня. Потом я её отвёз в Рязань и сказал, значит, Лёся, одного котёнка рожаешь, и вот всё. Что веди себя хорошо, потому что там ещё был кот у родителей. А-а-а, понятно. И там уже начиналось такое брожение. Белёжка территории, конечно. Да, брожение масса. Вот. И через какое-то время я узнал, что, ну, во-первых, я увидел глаза её, когда я уезжал за Рязани в Москву. Такие человеческие абсолютно. Предатель, да, был написан. Предатель, да, просто сволочь. Я так к этому относился тогда, ну, типа, ну, такого не может быть. А когда она родила одного котёнка и умерла, я понял, что это жёстко. И потом, когда мы расстались с первой женой, не из-за кошки, а просто потому, что, ну, вот, это животное, которое нас соединило, оно нас и развело. Потому что оно было сначала, как бы, составляющей наших дальнейших взаимоотношений, а потом именно вот таким вот разрывом. Вот. Поэтому раньше в это я всё не верил, но с тех пор кошек не завожу, боюсь очень пригреть. Ну, да, ответственность такая, да, есть такая тема, да. С людьми-то, с детьми, с жёными и другими, их родителями сложные отношения. А когда ты заводишь животное, тебе кажется, что это, ну, такая игрушка. А на самом деле она иногда бывает сложнее и не менее... Ну, как же, вы же сами сказали, человек. Человек. Человек, да. Человеческий. А если тоже у нас человек, будем надеяться, что у него всё сложится. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Тетверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Субтитры создавал DimaTorzok